Ах, господи, боже мой! Видите? Фотоаппарат! Теперь фотоаппарат «Зоркий» занимает свое место на витрине вместе с сотнями других артефактов, побывавших на целине. Вячеслав Коростылев собрал эту коллекцию, чтобы как можно точнее передать атмосферу эпохи, когда существовало движение студенческих строительных отрядов. Как истинный этнограф, он знает, вещи бывают выразительнее слов. Значки, эмблемы, комсомольские путевки, почетные грамоты, рабочие инструменты, бытовая техника и, конечно, фотографии, отразившие работу студентов на стройках Казахстана в 60-70-е годы прошлого века. Все это собрано с любовью и настолько разносторонне, я могу сказать, всесторонне. Одна из фотографий помещена на обложку книги «Моя целина» – портрет самого автора. Свое 19-летие Вячеслав Коростылев встретил в рядах бойцов строительного отряда. Книга пока существует в единственном экземпляре, но это настоящий литературный памятник новейшего времени. 500 фотографий и 30 статей о студотрядовцах, написанных в те годы, 12 воспоминаний целинников тех лет. Студенческие строительные отряды – это в чистом виде студенческая инициатива. И с 59-го до 66-го года до них никому не было дела. Вячеслав Васильевич вспоминает, как очарован он был самим видом и выступлением на концерте целинников, его сверстников, вернувшихся с ударных строек в родной педагогический институт. Как ладно сидела на них форма, хотя какие уж там были наряды, поношенные хэбэшки и кирзачи собирали по воинским частям. И просили хэбэ-бэу, бывшие в употреблении. И нам давали гимнастерки, вот эти солдатские хэбэ-галифе, кирзачи, бывшие в употреблении. Мы это все брали, надевали и там в них работали. Условия труда были тяжелейшими. Рыли траншеи, таскали балки, замешивали цементный раствор и так по 12 часов в сутки. Студенты сами разбирались в инженерной документации и брали на себя руководство строительными объектами. Нужно было не только вкалывать на пределе сил, но и организовывать труд большого коллектива. Почти 10 лет, начиная с 1959 года, когда студенты физфака МГУ впервые отправились на целиную стройку, движение стройотрядов было абсолютно самостоятельным. Даже педагоги не входили в их состав. И только в конце 60-х был создан центральный орган управления. Началась погоня за цифрами и показателями. Хватало и начальственного маразма. Партийные деятели, например, запретили значок рязанского стройотрядовца лишь по той причине, что на нем присутствовали купола Кремлевского собора. Пришлось уничтожить весь тираж. Несколько экземпляров спрятали в карманах для истории. Мы купили 5 молотков, 5 зубил. За ночь вот это срубили. Но предварительно каждый из пятерых горсточку себе сунул в карман. Вот. Это перед вами уничтоженный знак. И вот эта история перед нами на выставке в Рязанском доме народного творчества. Охватывающая все стороны жизни студенческих отрядов. От сборов, романтических песен до выплаты денежного вознаграждения за труд. За два месяца стройотрядовцы могли заработать почти годовую зарплату инженера или учителя. Средняя зарплата в отряде была 700 рублей. А буханка хлеба в 65-м году стоила 14 копеек. В наши дни трудовые семестры студенческих отрядов проходят совсем в других условиях. Изменилась страна, другим стало отношение к труду. Прежнего энтузиазма и самопожертвования нет и в помине. Но идея оказалась востребованной, и молодежь ее подхватила. Только из названия отрядов исчезло слово «строительные». На сегодняшний день в нашей стране нет ни одной строительной организации государственной. Все строительные организации – это частные строительные компании. Тогда что говорить студентам? И что писать, допустим, на тех же флагах? Что? Давайте упремся до последней степени возможности. Работать будем по 15 часов в сутки. «Надорвемся, но сделаем фирмача Тютькина еще богаче». Возродить те студенческие строительные отряды в том виде, в котором это было тогда невозможно. Почему? Потому что это было в рамках другого государства. Радует другое. Радует то, что молодежь и его интеллектуальная часть студенчества востребовала эту идею. Воспоминания о строитрадах 60-х по-прежнему несут в себе отблеск ностальгии по той стране, которая на карте мира существовала в других границах. В этой исчезнувшей империи, оказывается, можно было вершить большие дела без указки сверху и оглядки на высокое начальство. Люди сознавали, на что они способны, и уважали себя за это. Достаточно взглянуть на фотографии и увидеть эти лица. Полные радости, оптимизма и чувства собственного достоинства. Каково выражение наших лиц? А выражение наших лиц, если вы пройдете по выставку, такое, что сейчас пойдем по городу Рязани и, к великому сожалению, не увидим такого. Это лица полные радости, оптимизма и чувства собственного достоинства. Дмитрий Соколов, РВТВ